Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я расскажу и покажу вам наш двор, а также цветники, которые люди организовали практически у каждого подъезда. Так вот, каждый день мы ходим гулять с челсиком на улицу, и я прохожу мимо каждого подъезда и просто восхищаюсь красотой и яркими красками таких цветов, которые, к моему удивлению, растут в северной столице. Несмотря на то, что мы живем в огромном человейнике, наш двор достаточно большой и просторный. Расскажу вам о нашем доме. Это жилищный комплекс, состоящий из максимальной высоты в 25 этажей. У нас 22 подъезда, более 2000 квартир, и здесь живет примерно 6000 человек. Но наш двор очень большой, закрытый, находится под охраной, и он очень комфортабельный как для прогулок с детьми, собаками, так и просто. Можно полежать на травке и позагорать на солнышке. Очень много пространства внутри двора. Есть, конечно, свои минусы, но, в принципе, нас все устраивает. Мы ходили в другие дворы. Рядом тоже находится много огромных жилищных комплексов, и там практически нету никаких детских площадок, буквально пятачок, и все заставлено машинами. А у нас вот есть вот такие вот цветнички и достаточно большое поле для простора. Ну и так начнем с цветов вдоль нашего пути с челсиком. И первое, что я вам хочу показать, это лилии. Такие красивые, практически у каждого подъезда насаженные и желтые, и оранжевые, и белые. Ну и там вот дальше вдалеке флоксы. Очень радует глаз, вот прямо просто оторваться не могу, любуюсь постоянно. К сожалению, такая красота недолговечна, но, тем не менее, люблю вот такие огромные цветы. Я даже не представляла, что в Петербурге можно вырастить вот такие вот реально качественные лилии. Ну а также ромашки. Очень люблю ромашки и вообще все полевые цветы. Вот эти вот, я не знаю, как называется, что-то такое тоже интересненькое. Очень много женщин с первых этажей у нас занимаются с удовольствием прямо рядом с домом. Ну а так как мы живем практически на самом верху, мы бы тоже с удовольствием покопались в земле, но ходить, спускаться, подниматься туда-сюда за водой и так далее очень было бы накладно. Ну, может быть, как-нибудь на первом этаже купим квартиру тогда и будем что-нибудь выращивать рядом с домом. Ну вот ромашечки опять проходим мимо. Такие тоже огромные. Вообще удивляет, я уже не раз повторюсь, что в Петербурге с достаточно холодной погодой летом, у нас 20 градусов примерно в среднем по аптеке достигает температура воздуха в летний период времени. Конечно, у нас бывает жара, вот недавно была 29 градусная, но это так. Для южан, у которых всегда все растет и цветет, это, конечно, цветочки. А для нас уже огромная жара. Вот на данный момент у нас сейчас 19-20 градусов, и мы кайфуем от такой погоды. Ну и, естественно, цветы. Удивляюсь просто, как они вырастают такие все сочные, яркие и много так. Видимо, хороший уход. А еще у первого подъезда у нас прямо женщина занимается, не знаю, круглогодично вот таким вот садиком, и выставлены всякие скульптурки, и грибочки, и уточки плавают у нее в бассейне, и каждый день что-то новое расцветает. Просто ходишь вокруг, смотришь и удивляешься. Ага, вот ромашечки распустились, вот какие-то колокольчики, и все такое прямо благоухающее. В этот раз, к сожалению, пока все отсвело, но зато я нашла вот такую вот клубничку, и она уже краснеет, несмотря на то, что середина июля, но у нас все еще есть клубника. Зайчики, гномики, даже вот такие домики целые. В общем, очень хорошо женщина занимается. Достаточно большой территорией. Это вот один массив, и дальше там вот еще один. А за забором, вот где у нас ворота, там еще один массив. Вот, к сожалению, лилии уже отцветают. Очень не радуют меня эти цветы. А также вот дикие гвоздички, я их тоже на даче любила выращивать. Ромашки, лилии. Не могу налюбоваться, просто прелесть. И вот такие вот различные домики. Эти цветы я не знаю, как называются, но вот гвоздички, да. А вот эти не знаю, что это такое. Если кто знает, пишите в комментариях. Достаточно такой яркий куст, и прямо так бух. Астры вот уже распустились. Для меня это странно, потому что я астры привыкла видеть в сентябре, в Тольятти, когда жила. А тут уже и астры растут. Ну, ирисы, в общем, много всего. К сожалению, сейчас не такое яркое это пространство. Обычно тут просто все благоухает. Вон мальвы уже за забором, еще один массив. Тут уже, правда, больше кусты такие различные. И так вот мы выходим с челсиком на поле рядом с домом и гуляем там. Ну, а на обратном пути мы заходим в другие ворота. И тут тоже рядом с воротами другая женщина, которая в этом подъезде живет, выращивает обалденные розы. Сейчас вот эти вот уже отцветают, но скоро будут вот эти, эти, и вот эти распускаются потихонечку. А также вот Анютины глазки. Пока так вот, пока только-только нарождаются, видимо. И есть рядом с забором прямо альпийская горка. Это, видимо, другая уже женщина выращивает. И тут в основном кустики такие, камушки лежат, елочка растет. Стиль минимализм. Альпийская горка. Ничего такого вычурного, но вот все такое мелкое, красивое. Не знаю, каждый раз, каждым пространством я любуюсь. Ну, вот тут вот уже тоже рядом с нашим подъездом практически какие-то тоже, не знаю, что это за цветы, колокольчики какие-то. И огромные розы. Розы в Санкт-Петербурге. Ну, для меня, я вот сколько жила уже в Питере, ни разу не видела, чтобы так вот много и такие яркие росли. В общем, каждый месяц что-то новенькое я открываю для себя у нас во дворе. И просто хожу и восхищаюсь. Вот смотрите, какие лилии. И все это так растет, как будто бы само собой разумеющиеся. На самом деле, конечно, нужен огромный уход за этим. Ну и тут что-то мы еще нашли. А, гортензии. Ой, я так люблю гортензии. Об этих цветах я узнала только из сада моих хозяев, у которых я работала с собаками в Англии. Такая прелесть просто. Невозможно, у них еще такие голубые были. Я вот тоже думаю, может, купить пару кустов гортензии насажать. У нас раньше они где-то вот по периметру росли много-много, но в этом году я их чего-то не вижу. Белые гортензии были. Ну, кто-то вот такие вот маленькие. Как это сказать-то, даже метр на метр делают цветнички. Ну, тоже красиво вот эти самые колокольчики. Обожаю колокольчики. Обожаю вообще маки, колокольчики, ромашки и васильки. Вот это мои самые любимые цветы. Розы, ну, не знаю, я к ним как-то хладнокровно отношусь. Полевые цветы люблю. Но вот лилии тоже прямо восхищаюсь. Он на даче выращивала в основном лилии. Жасмин, кстати, вот я уже прошли. Мы его отец посадил как-то, и я за ним долго ухаживала, пока мы дачу не продали. Вот смотрите, какой просто розарий. Помните, я показывала вам в голландском парке? Ну, чем хуже? У нас во дворе то же самое. И вот такие вот маленькие желтые лилии и елочка. Ну, двор у нас новый, поэтому все еще так не все засажено. Вот еще петушка нашла посередине какого-то цветничка. Анютины глазки. Ну, все так как-то нежненько, ненавязчиво. В общем, хожу и кайфую. Челсик тоже со мной рядом ходит, останавливается, смотрит. На что Настя смотрит, на то и она любуется цветами. Вот такие крупные, просто обалденные колокольчики. Обожаю. Ну, конечно, больше полевые обожаю, но это тоже очень красиво. Всякие кружечки ванцинии будут цвести. А еще нашла вот такую вот клубничку почему-то с розовыми цветочками. Не знаю, какой-то новый сорт, видимо, никогда не видела такую клубнику. Ну, и как такой дикий цветничок, вот у нас тоже недалеко от нашего подъезда растет такая вот прелесть. Анютины глазки. Пока на этом все. И прощаюсь с вами. До скорых встреч. Все, пошли домой. Челсик. Челс. Ай, ты моя красота.